Международная и национальная безопасность после событий в Украине. Эксперты, которые собрались сегодня в Риге на конференцию под таким названием, считают, что мир под угрозой. И все еще внешняя безопасность зависит от нерешенных внутренних проблем. За конференцией следил наш корреспондент. Пришедших на конференцию было много. Так много, что не для всех нашлось место. Кто-то даже ушел смотреть конференцию онлайн. Среди выступающих не только политологи и профессора, но и священник Збигнев Станкевич. И говорил он об Украине. Это была борьба больших игроков. Там борется Россия за свои стратегические интересы, Европа и США. И, по-моему, абсолютно логичен вопрос, не хотел ли кто-то взять реванш за пережитый в Сирии позор и поражение. Один из специально приглашенных гостей – Яромир Штетина. Когда-то, в 90-х, он работал в России корреспондентом. Был свидетелем двух чеченских войн. А недавно и событий на Майдане. Жители освобожденных городов, так же, как и солдаты батальона «Донбасс», признают, что мир мог настать уже давно, если бы граница между Украиной и Россией была бы закрыта. Без военной поддержки России украинские террористы уже давно были бы побеждены. Но говорили на конференции не только о мире в Украине, но и о столкновении цивилизаций в Латвии. Внутри Латвии есть огромная масса людей, которые принадлежат к другой цивилизации. И при малейшей нестабильности здесь может начаться гражданская война. Политолог Жанета Озлани отметила, что ее поразило, как события в Украине превратились в совершенно другую историю. Если в Западной Европе и трансатлантическом пространстве все из цветов радуги переходит в черное и белое, где понятно, кто агрессор и пострадавший, то в Латвии все больше истории о бедных предпринимателях, а также о том, что произойдет с молоком, мясом и шпротами. Все это заставило меня задуматься, что, наверное, у нас что-то не в порядке с ценностями. И внешняя безопасность снова обернулась внутренней.